Здравствуйте! Меня зовут Галина Титарчук. Вы смотрите программу «Комфортный город» на национальном телевидении Чувашия. Сегодня мы продолжим разбираться в проблемных вопросах, которые горожане поднимают на встречах с представителями власти в рамках проекта «Открытый город». Проект «Открытый город» не знает ни каникул, ни отпусков. Встречи с чебоксарцами проходят несмотря ни на что. Вот в этот раз, отложив свои дачные заботы, семейные хлопоты, горожане собрались в актовом зале школы номер 40, чтобы задать свои вопросы, высказать предложения по благоустройству района и всего города в целом. Встреча получилась жаркой, но диалог состоялся. Вопросов у местных жителей немало. Часть ответов они нашли в выступлении заместителя главы администрации по социальным вопросам Аллы Салаевой. Основные, конечно, показатели по социально-экономическому развитию города Чебоксара, несмотря на кризис, который сегодня происходит в стране, я считаю, стабильны. С точки зрения доходной части, сегодня доходная часть бюджета города Чебоксара составляет 84 миллиарда. В этом году мы приступили и была проделана колоссальная работа по получению федерального финансирования на строительство школы. И впервые за 7 лет уже сейчас вы все видите из новостей, идет строительство школы в микрорайоне Гладково. Далее рассматривается строительство школы в микрорайоне Садовый. В Чебоксарах в ближайшие годы появятся новые места отдыха, архитектурные памятники, спортивные объекты. Столица Чувашии становится все привлекательной для туристов. В исторической части города продолжают обустраивать сквер Екатерины Великой, появляются новые скульптуры и фонтаны. Набережную Чебоксар, а также парки и скверы города ждет глобальная реконструкция. Меняется облик города, меняется и сама жизнь. За некоторыми изменениями горожане, особенно это касается пожилых, не успевают. Их очень волнуют вопросы компенсаций, льгот за ЖКХ, пенсионных выплат. Не обошлись стороной тему квартплаты, а также содержание и обустройство придомовой территории. Мы в прошлом году хотели выйти с инициативы о том, что к детскому городку, который рассчитан на определенный возраст детей, добавить еще что-то спортивное, там, где уже на немножко другую категорию детей рассчитано. Сегодня законодательство поменялось, и часть вашей квартплаты, которую вы платите, идет и аккумулируется. Вот если жильцы решили большинством жителей в доме, что им нужна детская площадка, а не парковка, или не ремонт лифта, или те, или кровля, или ремонт подъезда, вот здесь решают жильцы. Если родители, детей, большинство, у вас даже деньги на это есть. Вот здесь нужно включить наш ресурс, я так понимаю, ресурс кандидатов, депутатов в госсовет. Вы же обходите сейчас людей. Можно собрать этот вопрос инициировать, нужна ли там детская площадка. Соберите, у них будет большинство, и они тогда примут решение, у них даже источник есть сегодня на доделку с точки зрения возрастного критерия детской площадки. Таким образом, городские власти готовы помочь жильцам в организации сбора подписей в поддержку той или иной инициативы. Кроме этого, в каждом из районов Чебоксар начался активный ремонт дворовых территорий и подъездов к ним. В июле столичная администрация провела аукцион и выбрала подрядчиков на выполнение ремонтных работ. К середине августа дворы приведут в полный порядок. Всего в программу включены 140 адресов. Помимо этого, появится 110 новых парковок. Общая сумма затрат – около 90 миллионов рублей. За качеством выполняемых работ следят специалисты строительного контроля. С 2016 года подрядчики увеличили и гарантийный срок на ремонт дорог. Теперь он составляет 6 лет. Больная тема для горожан – питейные заведения, которые работают круглые сутки. А также их далеко не всегда мирные посетители. В Калининском районе таких проблемных мест больше, чем где бы то ни было в городе. У нас самое большое количество кафе, 9 круглосуточных из них. Как подметили депутаты, стрелочка, разливайка, вот этот торговый домовый, страхсователь 11. Самая молодежь собирается в утреннее время и ночное время, то там точно. Мы работаем в утреннее время, то там у нас тоже работа ведется. Каждый день доставляется снаряд полиции с 19 до 7 часов утра. Дополнительный снаряд – это торговый дом «Шубашкар» и СПП «Тройка». Это на выходные, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Они обходят всю территорию и всех пронарушителей доставляют в отдел полиции для привлечения административного ответа. С самобойных, вплоть до ареста, через суд доставляется весь приемник. Местные жители жалуются. Большая часть таких заведений находится на первых этажах жилых домов. Подобному соседству они, мягко говоря, не рады. Да и территория вокруг таких шумных заведений оставляет желать лучшего. Торговый дом «Обос», где в углу, значит, кафе написано 24 часа в сутки работает. И там подростки 16-17 лет висят через перила с неменяемыми глазами. И вокруг этого кафе, что творится внизу, там я вообще невыносимо. Я каждое утро это вижу. В 6.30 я хожу на работу пешком. Очень больно вот видеть. Депутат ЧГСД Олег Елугин признался, что знаком с проблемой. Сам несколько раз пытался образумить пьяных подростков. Но без участия родителей проблему не решить. Я отец троих детей, и, честно говоря, я задался вопросом по-другому. Не о том, что там депутат не ходит, а куда смотрят родители, которые безобразно относятся к воспитанию своих детей. Я когда туда подошел, было 5 девчонок возрастом 16 лет. С бокалом пива и сигаретой. Я им сделал замечание. Сделал замечание заведующему, которому позвонил, на стенде был. Да, мы работаем, мы знаем все проблемные вопросы в округе. Что касается самих так называемых разливаяк, то борьба с ним ведется уже давно. Правда, те, кто открывает подобные кафе, умудряются находить лазейку в законе и продолжают вести свой алкогольный бизнес. К слову, несколько лет назад в России запретили продавать алкоголь в ночное время. Так в Чувашии его нельзя купить после 10 вечера. Однако закон не коснулся заведений общественного питания, баров и ресторанов. Этой возможностью и воспользовались предприимчивые граждане. В Чебоксарах стали появляться заведения, которые косят под общепит. Только вот вместо меню у них винная карта. Там не накормят, зато напоят в любое время суток. На сегодняшний день у нас в городе Чебоксары около 50 предприятий, пятийных заведений, которые нас очень настораживают. И мы ведем работу по их закрытию. Отличить их от настоящих заведений общественного питания несложно. Должен выполняться ряд требований. Определенное количество столов, кухня для приготовления блюд, два отдельных входа для посетителей и завоза продукции, туалет, отвечающий санитарным нормам. Представители городской администрации регулярно выезжают по таким подозрительным заведениям, где, возможно, наливают алкоголь. Почти в каждом из них выявляются те или иные нарушения. После инвентаризации будет подготовлено предложение главе администрации, главе города Чебоксары о том, чтобы, какие, значит, меры будут приняты для дальнейшей работы предприятий общественного питания, которые на сегодняшний день открываются только для реализации пива, пивных напитков и для реализации алкогольной продукции, не имея на это и не соблюдая при этом минимальные требования для открытия предприятий общественного питания. Таким образом жители смогли добиться закрытия кафе Дубки. С облегчением вздохнули те, кому ежедневные пьяные дебоши под окнами своего дома не давали спать спокойно ни летом, ни зимой. С древних времен люди так или иначе пытались следить за чистотой и порядком окружающего пространства. В результате, пройдя через стоковые ямы и помойные реки в средневековых городах, человеческая мысль пришла к мусорным контейнерам и систематической уборке улиц. Теперь забота о порядке на улицах в наших руках и зона нашей ответственности – улицы, скверы, парки, остановки, павильоны, вокзалы и парковки. Еще один вопрос чистоты и культуры поведения был поднят навстречу. Речь зашла о мусоре и урнах в городе. Жители Калининского района, которые пришли на собрание, жаловались, что в районе мало урн. У меня предложение. Я думаю, что это не настолько затратный вопрос, но очень глобально лечит проблему чистоты в районе. Вот, по крайней мере, дом 19, 14, 29 и вплоть до Прилитарской. Хотя бы на перекрестке 4 урны по углам. Но это просто вот очень вылечит проблему. Я каждое утро хожу, собираю мусор, бутылки, все остальное. Хотя бы вот по тротуару, да, в начале дома урна, в конце дома. И уже однозначно будет доль домов чистая. Для того, чтобы выяснить, насколько Калининский район обеспечен необходимыми мусоросборниками, мы решили прогуляться по улице микрорайона. Отправная точка – улица Шумилова, дом 11. По факту имеем картину. Есть мусор в руке – идешь-идешь, а выкинуть некуда. У кого-то хватает терпения донести до мусорки, а у большинства его не хватает. Пантики, пакеты, бумажки становятся главным украшением газона. Первая урна, которая нам встретилась на всем протяжении дороги – возле хлебозавода. Интересно, а замечают ли другие жители района нехватку урн? Мало, мало. Около подъезда обязательно надо урна. Бабушка ставит ведерко какое-то, вот ладно, тут есть урна. А у нас там по Кадыковой улице, я там живу, там нет урна. Бабушка сама ставит ведерко-то, то иногда утащит это ведерко. Иногда стоит он. Нету, мало-мало. Пускай делают лучше и пусть порядок приводят в Сибоксар. Я не согласен, потому что если надо, найдешь урну. Урна, в принципе, есть. Есть куда мусор складывать. Даже если не такие маленькие, а уже большие пластмассы, которые перевозят уже спецтехникой, я думаю, есть урна. Есть. Хватает. Я считаю, что хватает возле подъездов. Вдоль дорог, говорят, нет. А вдоль дорог нету, да. Если честно. Нет, очень многие. В каждом шагу, да, хватает. Очень мало, очень. Да, вот мы приехали из Мурманска, мало. Раньше чище город был, красивее. Не знаю, у нас полно их. В нашем дворе. А по улицам достаточно. Я несу до конца, пока не найду. В нашей стране действует такой документ. Санитарные правила и нормы СанПИН. Санитарные правила содержания территорий населенных мест, в котором четко прописаны следующие пункты. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, в аэропортах, на пристаних, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем через 40 метров на оживленных и 100 метров на малолюдных. Обязательная установка урна в местах остановки городского транспорта. Очистка урн должна происходить систематически по мере их наполнения. За содержание урна в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. Согласно этим правилам урны устанавливаются и в Чебоксарах. В городе, в скверах, парках, на объектах озеленения ежегодно мы устанавливаем около 550 урн. Более 360 остановок в городе, и, соответственно, это как минимум еще дополнительно 360 урн. И плюс ежегодно приходится еще устанавливать дополнительные урны. Особенно это касается центра. Вот в этом году было задумано и установлено еще порядка 150 урн. Первоначально выбирали, какого вида должна быть урна. Ну, просматривалось много вариантов, и получилось так, что была урна выбрана 70-литровая. Она у нас стоит как на остановках, так и в скверах и парках. Выбор еще основан на том, что маленькая урна не позволяет в течение дня туда забрасывать мусор. Каждая урна обходится бюджету города 2 700 – одна штука. Если вы считаете, что в вашем дворе или городском парке-сквере недостаточно урн для мусора, вы можете выяснить, какая организация ответственна за участок, где надо установить урны, а затем написать официальное письмо в эту организацию с запросом на установку и указанием конкретных пунктов из Санпина. Проблем возникнуть не должно. Жителям же домов по улице Шумилова обещали установить дополнительные урны в ближайшее время. Проект «Открытый город» реализуется в Чебоксарах вот уже на протяжении нескольких лет. За это время он превратился в своеобразную площадку для откровенных дискуссий, обсуждений и решений наболевших вопросов. Участниками проекта стали жители многоквартирных домов, частного сектора, трудовые коллективы, студенты и школьники – все те, кому небезразлична судьба района и города в целом. Совместными усилиями удается решать многие проблемы. Слова благодарности в адрес депутатов, глав администрации города все чаще звучат на подобных встречах. Насчет парковок вообще с большой-большой спасибо. Ситуация стала намного лучше. По крайней мере, можно ходить по-человечески, спокойно, не так, как раньше было. В пользу случаем хотел поблагодарить замглавы района и вас, как депутата, по благоустройству улицы Шумилова. Даже тротуар восстановили. 12 лет не было тротуара около улицы Адапинемстанции. Тротуар восстановили. Спасибо. Как говорится, кто стучит, тому и открывают. Наши нервнодушия и инициатива, желание участвовать в чем-то новом, в конечном итоге, должны привести к общему результату. Вместе с тем, инициативы администрации города все чаще находят отклик у населения. Это очень радует. Значит, есть контакт, а в конечном итоге будет результат. Вы смотрели программу «Комфортный город». До встречи в любимом и комфортном городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин